Ну, сам по себе любой очень красивый дизайн и сверх качественный движок не будет иметь смысла без того, ради чего люди на сайт приходят, без содержимого, без контента, без текстов, картинок, данных, изображений, видеороликов, аудиороликов и так далее. Поэтому вот контент – это контентный языкинг, есть выражение «контент король», то есть только контент решает. Если у вас аудитория замотивированная, они на страшненьком сайте, медленно грузящемся, будут вас читать, изучать, потому что у вас контент уникальный, люди приходят за содержимым. Что важно знать про контент? Чаще всего, я говорил, важно очень иметь хорошие картинки, потому что именно по картинкам люди принимают решение читать, не читать, изучать, не изучать, поэтому изображения желательно иметь авторские, либо купленные в хорошем фотобанке. Дальше. Если на картинках изображены люди, они никогда не должны смотреть из экрана, всегда в экран. В идеале на продающих сайтах человек должен смотреть не на вас, а на кнопку «купить», на конверсионный элемент. Взгляд актеров, взгляд героев изображения должен быть направлен на кнопку «купить» на форму, потому что человек автоматически слит за взглядом и приходит туда, куда нам нужно. Поэтому имейте это в виду. Изображение всегда крайне важно использовать слева от текста. Те, кто читают слева направо, а мы с вами читаем слева направо, наш взгляд скатывается туда, в сторону вправо, вправо, поэтому если у вас слева текст, справа картинка, тяжело будет читать текст, взгляд будет уходить на картинку и так далее. Если вы хотите, конечно, спрятать текст, чтобы его не читали, а картинку смотрели, делайте так. Но если вам важно, чтобы текст читали, у вас слева картинка, справа текст. Что важно знать про текст? Ширина строки должна быть не сверхширокая, человек не способен, т.е. шея у любого человека, из которого пытается сделать филина, быстро устанет. Поэтому идеальная ширина строки – 120 символов, т.е. не надо слишком широкие строки делать. В абзаце, как я уже говорил в теме параблоги, должно быть 3-5 строк, между ними пустая строка, текст должен быть легким и воздушным. Не надо писать 17-строчными предложениями, предложения должны быть простые и мысли задержаться тяжело. Т.е. человеку много всего в день приходит сделать. Т.е. если вы будете грузить тяжелыми текстами, он, скорее всего, ваш сайт закроет и не будет его смотреть и изучать. Поэтому старайтесь простыми, короткими мыслями и формулировками также двигаться. Следняя длина постов, блоги, новостей – 200-200 слов, как я уже говорил. Идеальный формат – это 700 слов плюс картинка. Ну, когда вы заполнили сайт изображениями, текстами, вы готовы к запуску. Вам осталось разместить сайт на сервере, на котором он будет находиться и, соответственно, если у вас нет домена, купить домен. Что важно знать про сервера? Сервер – это будет боль, если вы подойдете к этому вопросу несерьезно. Поэтому старайтесь выбрать надежного, проверенного провайдера. Без необходимости не покупайте сервера. Всегда будут хлопоты, кто его обслуживает. Пока у вас сайт лежит на хостинге, пока вы арендуете мест на сервере, всегда сломалась головная боль владельцев хостинга. Если вы арендовали свой сервер, вам нужны уже свои системные администраторы, которые если что-то сломалось, они будут его ремонтировать. Поэтому без сверх необходимости не связывайтесь с серверами, просто арендуйте хорошие, дорогие, может быть, надежные тарифы именно хостинга. Если у вас есть рабочий сайт, вы готовите новые или обновления, обязательно протестируйте в условиях максимально приближенных к боевым, с такими же настройками, с примерно такой же нагрузкой, чтобы потом не выяснилось, вы запустили сверх красивый модуль, он вроде работал, но под нагрузкой у вас ходят тысячи человек в день, он роняет весь сайт, роняет весь ваш сервер. То есть вот здесь нужно отнестись серьезно, протестировать в условиях, максимально приближенных к боевым. Что еще важно? Доменное имя. В России, работая с российским пространством, чаще всего принято работать с доменом .ru. Если вы планируете проект на зарубежный, у вас мультиязычные версии, и вы не хотите делать английскую версию на одном, русскую на другом домене, тогда, конечно же, рекомендуем использовать домен .com, ну или любой максимально распространенный. Все-таки люди стараются не думать. Руком все. То есть вот доменов множество, но вот все остальное из них красота в основном, поэтому старайтесь максимально идти максимально простой домен, хотя сейчас это уже больше не принципиально. Люди редко набирают ваши домены на имя напрямую. Чаще всего они находят вас на поисковиках, кликают на вашу рекламу, в социальных сетях ссылочки и так далее. Что важно при выборе домена? Раньше или позже кто-нибудь ваш домен кому-нибудь по телефону на бегу будет диктовать. Поэтому все сложные вот эти вот сочетания желательно избегать. Должны быть простые, однозначно произносимые слоги, буквы и так далее. Ну, если вы еще и планируете, то есть если вы учитываете значения для продвижения, для поискового продвижения еще важно, чтобы в ваш домене в вашем домене содержался ключевой запрос, желательно транслитерационный, не английский. Если вы блогер-скул, то у вас школа блогеров должна быть, а не блогер-скул, грубо говоря. Вот, потому что Яндекс использует правила транслитерации и каждый раз, когда будут ставить ваше доменное имя, ссылку на вас, Яндекс будет видеть это и как доменным именем и транслитерировать слово. И тем самым это будет дополнительный ключевой запрос, дополнительный вес будет вашему сайту передавать. Вот вкратце, в двух словах, те основные моменты, которые важно учесть при разработке, важно учесть при разработке сайта, создании сайта. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok